Смотри, всё зависит от того, как будут идти переговоры. Ну, во-первых, вначале надо посмотреть, кто на выборах в США победит. Мы реально не знаем. Возможно, президент Харрис ещё будет, блядь. Тогда вообще пизда. Значит, если побеждает Трамп, надо посмотреть вообще, какие у него охуительные идеи по поводу этой войны. Может, там тоже полная хуйня какая-то. Я не знаю. То есть я очень сомневаюсь, что там какая-то прямо однозначная перемога будет. Вот просто что-то, блядь. Трамп сразу просто пошлёт всё вооружение, блядь, в Украину, какую только требует. Значит, кто там? Сурский. Вот, значит, и как бы и всё. И как бы и заебись. Граница 91-го года. Очень сомневаюсь, что прям так всё будет. Посмотрим. Если будет заморозка конфликта, значит, и рашки отдают какие-то территории, блядь. Ну, это опять-таки где-то лет пять, от силы десять лет передышки. Чё потом будет? Ну, рашка опять нападёт, блядь. Процессы вот эти в западном мире, они, короче, с нуля как бы начнут развиваться, да. Потому что для того, чтобы американский политикум пришёл к выводу, что, в общем-то, настало время твёрдой руки. И что нужно, в принципе, начинать напрямую угрожать, блядь, всем на планете, а не сиськи мяч, да. Вот для того, чтобы это произошло, нужен раздражитель. Заморозка конфликта – это не раздражитель, это наоборот. Вот, поэтому, опять-таки, когда рашка нападёт второй раз, опять-таки придётся терпеть вот эту байденообразную хуйню. Потому что опять демократы будут в Белом доме, блядь, лишь к тому времени уже Трампа тарабанит. К тому времени опять, блядь, изберут демократа. Ну, неизбежно, они чередуются, блядь, это лысый волосатый, как и старая тема. Значит, ну, как бы, не знаю. Я это примерно так вижу. Заморозка конфликта – это хуёво. Но, по сути дела, единственный реально пиздатый вариант для Украины – это если бы ей дали бы этот ебаный ленд-лиз. Но, опять-таки, попробуй ты протащи ленд-лиз через Конгресс, когда в прошлый раз они все проголосовали, все всё решили, всё заебись, и ничего не произошло. А как это, то есть, почему это не произошло? Я вам тоже не шагу. Ну, что такое ленд-лиз? Ленд-лиз – это когда Конгресс принимает биль, да, принимает законопроект, который даёт президенту возможность единолично посылать любое оружие. Оба один этого не делал. То есть, при ленд-лизе, как было во время Второй мировой, президент, он сначала принимает решение, что куда послать, а потом перед Конгрессом просто отчитывается постфактум. То есть, ему не надо уже согласовывать ничего с Конгрессом, потому что Конгресс ему дал пустой чек, да, как карт-бланш. Ну, как бы, понятное дело, что на этом опыте Конгресс должен будет научиться. В какую сторону он научится? Он научится в сторону того, что ленд-лиз вообще хуйня, в принципе, и нужно забить на это. Это плохой вариант, на самом деле, потому что, ну, блядь, прямую военную помощь в таком объёме, я хуй знаю, как ещё поставлять, типа, какие ещё механизмы, что-то беспрецедентное только придумать. Это ещё более какая-то смелая хуйня, никто на это не пойдёт. Либо они придумают, значит, вариант ленд-лиза так, чтобы президент был обязан его поставлять. Ну, это опять-таки, я хуй знаю, насколько это конституционно вообще было бы. Это ещё Верховный суд потом будет решать, там, блядь, типа, нормально это, ненормально. Ну, то есть, если подадут.